В память о 15 страшных месяцах оккупации. В минувшее воскресенье, несмотря на промозглую погоду, тысячи жителей пришли к Вечному огню и могилам героев-освободителей города от немецко-фашистских захватчиков, чтобы еще раз вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за Курск в 1943. Подробнее расскажет Ирина Бобровская. Святые венки к Вечному огню принесли жители Курска, ветераны и руководители региона, военные и духовенства, активисты общественных организаций и кадеты. Церемония началась с минуты молчания. В возложении поучаствовал и глава области Александр Михайлов. Губернатор отметил, оберегать историческую память – долг каждого курянина. Дань уважения и мы должны отдавать всегда, сколько будем существовать. Надеюсь, что Россия и Курская область будет существовать вечно. 8 февраля – это одна из памятных, знаменательных дат в истории Курской области, но и всей страны в том числе. Этот день – повод еще раз обратиться к истории России и урокам Великой Отечественной. Поэтому в разных уголках Курска в воскресенье прошли тематические митинги, экскурсии, уроки мужества, выставки, посвященные войне и миру. Главные гости на них по-прежнему ветераны. Это замечательная традиция, она продолжается и должна продолжаться. И мы, ветераны, очень благодарны руководству нашего города и области за то, что это традиция, что у нас в городе Курске очень много уделяется внимания ветеранам и особенно дань памяти и уважения всех, кто защищал нашу родину. Быть благодарными каждый день, ни на минуту не забывать о великом подвиге и той цене, которую советский народ заплатил за свободу. Не только свою, но и всей Европы.